Добрый день, друзья! Вы на канале Аудио Статьи, с вами Павел Иванов. Вышла новость, о которой должны кричать из каждого утюга, но почему-то не кричат. Наверное, еще не поняли, что произошло. Лучше обсудить коронавирусы и всякие прочие хайповые новости. Но нет, друзья, Валентина Матвиенко начала мочить олигархов в интересах народа-населения нашей страны. Давайте по порядку. Первое, первое. Вы все знаете, что тарифы ЖКХ, электроэнергия, вода, тепло, весь этот бардак. А сейчас добавился еще мусор, повышается плата за сам метраж. Скоро дома, которые будут построены при инновации, будут жители, такие как я, судя по всему, платить аренду за землю, на которой стоит дом. Это все будет входить в кварплату. Короче говоря, все это неиссякаемый источник прибыли для нашего олигархата. Вы все знаете об этом, дорогие друзья. То, что мы платим деньги, но мы не знаем, за что именно платим. Вот это тарифы, которые нам назначают сверху, неизвестно, откуда они берутся. И я напомню вам то, что крайне интересный случай не так давно произошел в Самаре. Суд признал завышенными и отменил тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. То есть оказалось, что когда суд потребовал раскрыть в мусорных олигархов местных, ребята, а за что вы берете с людей определенную сумму денег, ну там скажем 500 рублей. И они не смогли этого сделать. Оказалось, что у них там в эти 500 рублей реклама мусорной реформы. В общем, куча всякого бреда, за который люди вообще не должны платить. А теперь представьте себе, что будет, если у нас раскрыли бы структуру тарифов на воду, горячую, холодную, на канализацию, на электроэнергию. Тарифы сейчас в разных регионах отличаются, непонятно почему, во много раз. И вот внезапно Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, заявляет, что нужно создать единое тарифное пространство. Что все это должно стать прозрачным и понятным, по крайней мере, то, что касается платы за электроэнергию, за свет. По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Павла Гребцова, сейчас тарифы на услуги по электроэнергии на одном уровне могут различаться в несколько раз в разных субъектах Российской Федерации. Например, тарифы на передачу электроэнергии на территории Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в Бурятии, и 8 раз ниже, чем в Республике Тыва. Такой разрыв Гребцов назвал дискриминационным для потребителей и экономическим барьером для инвесторов. В Россетях пояснили, что в Иркутской области низкая цена из-за сформированного комплекса энергоемких производств и 3 гидроэлектростанции. В компании подчеркнули, что единый тариф в разных регионах страны приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов. Друзья мои, друзья мои, сейчас вы все поймете, чуть-чуть потерпите, но для меня эта новость просто разрыв мозга. Что с людьми делает животворящее протестное голосование? Причем тут протестное голосование? Мы же ни на что не можем повлиять, зачем ходить на выборы? Властям совершенно наплевать, что там думают люди, митинги эти, на них никто не смотрит, никакой реакции не будет. Вы ошибаетесь. Начнем с Иркутской области. Совершенно неспроста она здесь фигурирует. Иркутская область, где правил коммунист губернатор Левченко, который за время своего пребывания у власти сумел максимально снизить тарифы на электроэнергию. Вы что-то слышали об этом? Я повторял об этом десяток раз на своем канале. Если вы давний подписчик, то вы это наверняка слышали. Это замечательное достижение хозяйственника из Коммунистической партии Российской Федерации. Просто Левченко, красавчик, он решил вопросы с контрабандой леса в регионе и решил вопросы с ужасными дикими тарифами на электроэнергию. И этих двух вещей достаточно, чтобы считать его крепким хозяйственником. Но чё, у нас же скоро выборы намечаются. И конечно, все сторонники левых взглядов обязательно об этом говорили, что вот у нас губернатор левый, он смог сделать то, что не смогли сделать никакие единороссы во всей стране. Власть разве может такой козырь на руки отдавать оппозиции, пусть даже системной оппозиции, но нет. Они не могут с этим спокойно сидеть. Им нужно возглавить это движение. Они таким образом говорят, Левченко смог, но это ничего особого, мы тоже сейчас самое сделаем со всей страной. Во-первых, мне что-то подсказывает, что они будут сейчас собираться, они будут обещать, что сделают низкие тарифы по всей стране. А потом после выборов окажется, что не получилось почему-то. Почему-то чего-то немножечко не хватает в этом плане. Может быть, не хватает честных чиновников, которых у Единой России просто нет в запасе. А у коммунистической партии, какая бы она ни была, там, Зюганов, Тантрали, Вали, но такие люди, которые умеют работать и знают, как это делается, такие люди у них есть. Второй крайне интересный аспект. Вы же знаете, что когда наше правительство предлагает банкам или производителям бензина, например, снизить ставки по кредитам, или, может быть, снизить цену на бензин, или хотя бы заморозить. Какой ответ мы получаем? Мы получаем мощное сопротивление. Они находят тысячу причин, чтобы этого не делать. А тут что мы видим? Россети поддержали, взяли, так сказать, под козырек предложение Валентина Матвиенко о создании единого тарифного пространства. Да-да, они готовы отказаться от этих бессмысленных прибылей. Зачем нам эти прибыли? Мы можем драть три школы с населения. Ну нет-нет-нет, мы этого делать больше не будем. Мы будем делать честные тарифы по всей стране. Вы в это верите? Вы верите, чтобы наш олигархат отказался от наживы, легкой наживы, когда наше бессловесное население? Грустно об этом говорить, но это факт. Мы видим показатели статистики, что наши люди просто сдаются. Они уже не в состоянии заводить семьи, рожать детей, рассчитывать на какое-то адекватное существование. Наши люди просто сдаются. Они не видят, что можно что-то поменять. Но я уверен, что мои подписчики не такие. Вы понимаете, что от нас многое зависит. То, что сейчас происходит, то, что делает Матвиенко, Россети берущий под козырек. Друзья мои, это не просто так. Это политический процесс. Им приходится это делать, потому что мы на это влияем. Левченко показал. Смотрите, оппозиция может управлять регионом, как ни один единоросс не может. Единороссы покумекали, Матвиенко покумекала. Они там все заранее договорились, я уверен, иначе бы олигархат так быстро с этим не согласился. И они сказали, да, окей, надо это сделать. Значит, надо это сделать. Вы понимаете, что сейчас происходит на наших глазах? Ради сохранения ядросов у власти, олигархи готовы затянуть свои пояса, грести меньше. Ради сохранения существующей системы. Они жутко боятся прихода левых к власти. Платошкин, пусть даже там Зюганов, пусть Грудинин, без разницы. Сама левая идея, то что олигархи должны уйти. И те же тарифы на электроэнергию должны быть государственными, а не какими-то частными. Их это дико пугает, потому что сейчас эти денежные потоки идут через их руки. И к этим рукам крайне многое прилипает. И чтобы вы поняли, то что я это не выдумываю, то что эта ситуация меняется вот именно сейчас на наших глазах, вот новость от 7 декабря. Прошло всего-то 3 месяца. А насколько сильно все поменялось? Минэнерго Россия утверждает, что разработала документы для внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии в соответствии с графиком, утвержденным правительством. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила наказать министра Новака из-за задержки реализации закона об умных счетчиках. Умные счетчики должны сделать более прозрачными систему вот этих тарифов, чтобы с людей не драли 3 шкуры, а драли всего лишь полторы шкуры. Министерство энергетики находило любые причины, отговорочки, чтобы этого не делать. Уже Матвиенко спрашивает, ребята, какого фига? Почему вы этого не делаете? Почему, по ее мнению, министерство вообще ничего не делает? То есть вы видите, о чем речь? Как стоял вопрос? Что есть план? Я даже думаю, что Матвиенко пробивала введение умных счетчиков не просто так. Потому что производители этих умных счетчиков, естественно, за каждый счетчик получают свой процент, свою прибыль. И прибыль там очень большая. Потому что эти умные счетчики, это практически монопольная поставка. Они производятся там, скорее всего, Ростехом тем же. Я даже проверять не буду, можете проверить сами. Угадал я или не угадал, напишите в комментариях. Но факт остается фактом. Министерство энергетики изо всех сил тормозит любые попытки сделать электроэнергетику у нас в стране, тарифы на электроэнергию прозрачными и адекватными, и едиными по всей стране. Это просто недопустимо. Это не значит, что тарифы в Иркутской области, в Калининградской области, в Хабаровском крае будут одинаковые. Но принцип их расчета хотя бы должен стать одинаковым. Вы понимаете, о чем речь? Они уже признают в открытую то, что сейчас тарифы, которые есть, вилами по воде писаны, высосаны из пальца. Называйте, как хотите, но это факт. В тарифах мы платим не за свет, тепло и воду, мы платим в счет аппетита олигархата. Поэтому, на мой взгляд, картины выглядят следующим образом. Валентина Ивановна Матвиенко прессанула Россети. Ну, это так выглядит, прессанула, чтобы поднять политический рейтинг. Конечно, это все заранее было согласовано и обговорено. Их, скорее всего, собрали в высоком кабинете администрации президента и сказали, «Уважаемые Россети, давайте-ка вы займитесь наведением порядка, а то у нас, понимаешь ли, левые грозятся вас национализировать. Вы же не хотите, чтобы вас национализировали. Поэтому давайте-ка приложим все усилия и покажем, что губернатор Левченко и коммунисты эти, они не самые умные в стране. Что мы, Единая Россия, правительство, Совет Федерации Валентина Матвиенко, что все мы можем делать так же, но вы же понимаете, вам не придется особо страдать. Мы сделаем все так ловко, что люди платить будут по-прежнему, ну, может быть, чуть-чуть поумерите аппетиты, чуть-чуть». Именно так я это вижу. Почему они это делают сейчас? Хотя всего три месяца назад, в декабре, у Матвиенко ничего не получалось делать с этим министерством энергетики. Министра она уже грозила, мы тебя накажем, министр, конечно, это ничем не кончилось. Что же изменилось сейчас? А приближаются выборы, друзья мои. Они начинают реально бояться оппозицию. Они начинают судорожно искать возможности, как бы нам поднять свои рейтинги, друзья. Это именно тот самый момент, исторический, когда мы можем на что-то повлиять. Не всегда это возможно, не всегда, но сейчас шансы есть. Друзья, делайте репосты, ставьте лайки, по максимуму агитируйте знакомых, друзей. Качественные ролики. Не обязательно этот, этот, скорее всего, получился несколько затянутый, потому что у меня много эмоций. Я хотел донести, я много раз повторял одно и то же, потому что я вижу, что в комментариях постоянно появляются люди, которые не понимают, что я говорю. Я буду повторять одно и то же несколько раз, пока до всех не дойдет. Я надеюсь, что достаточно доходчиво получилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Качественный контент, не только с моего канала, любой качественный контент о политике, о том, что сейчас происходит, о том, что нужно идти голосовать. Нужно сопротивляться, нельзя сидеть дома. Обязательно распространяй через свои соцсети. Здесь каждый из вас, каждый, партийный, беспартийный, в каком-то движении, без движения, но каждый, кому неравнодушно будущее страны, играет большую роль. Каждый из нас, просто нажимая парочку кнопок, продвигает или не продвигает, а гасит какую-то информацию в сети. А на этом у меня все, друзья. До встречи уже завтра. Пока. С вами был Павел Иванов.